Иловайская трагедия три года. В августе 2014-го украинские подразделения, по официальным данным, 2000 человек попали в окружение. Российские войска пообещали зеленый коридор, но потом расстреляли из крупнокалиберного оружия. Недавно завершилось расследование этого преступления, но до сих пор никто не наказан. Память тех, кто не вырвался из котла, сегодня почти ли во многих городах, в том числе и в Днепре, на Краснопольском кладбище, где похоронено большинство погибших. Это были самые кровавые сутки за все время проведения АТО. 19 августа украинские военные взяли под контроль половину Иловайска. Уличные бои продолжались несколько дней, затем город окружили российские войска. 29 августа для вывода украинских бойцов был организован так называемый зеленый коридор. Выходить должны были по двум маршрутам, но едва колонны двинулись, начался обстрел. Среди тех, кто пытался прорваться, был и Герман Абашин. Анна Петровна сама воспитывала внука и до последнего надеялась, что он вернется. Я говорю, ты же смотри мне, ты будешь мной гордиться, ты будешь мной гордиться, бабулечка. Док и Новая Екатериновка оставалось километром уже два. И попало прямо ему в голову. Бойцы из подразделения оперативного командования «Восток» пришли почтить память Якова Губы. Рассказывают, БТР офицеров взорвали. Весь экипаж сгорел заживо. Я как военный, любой военный офицер прекрасно понимает, что спрогнозировать обстановку в ходе боя очень сложно. Но то, что, конечно, была договоренность, и так вот, подступно, я бы сказал, погибли наши ребята, это трагично. Те, кому удалось выйти из окружения живыми, вспоминают, это был настоящий ад. В полседьмого утра по Черносельскому начался бой. Бой продолжался до восьми вечера, без перестана. По нам из танков, из пушек, ну, то есть все тяжелое, что могло быть, кроме радов, все сыпали на голову. Мы отбывались только стрелковым, потому что дорогу ничего не было. Почтить память погибших собрались и в Киеве. Родные, сослуживцы, те, кому небезразлична трагедия под Иловайском. На Михайловской площади развернули уличную экспозицию. Дорожные указатели населенных пунктов среди засохших подсолнухов. Здесь же, прямо на асфальте, фотографии погибших бойцов и их личные вещи. А в Михайловском соборе провели панихиду. По официальным данным Генштаба, в Иловайском котле погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен. Тела десятков погибших до сих пор не опознаны. Генпрокуратура, которая занималась расследованием событий под Иловайском, главными виновниками назвала высших военных чиновников России. Они, по данным следствия, отдали приказ расстрелять украинских бойцов из крупнокалиберного оружия. Теперь дело будут рассматривать в суде.